Я за меры борьбы с эпидемией. Необходимо и нужно принимать меры, в том числе и какие-то непопулярные решения. Но направленные на борьбу с вирусом, а не на выкачивание средств из нашего населения. Мы все с вами прекрасно знаем, кто привозит в первую очередь в нашу страну этот самый вирус. Из Испании, Италии, Лондонов, Куршавелли, довольно богатые, состоятельные люди. Что для них ваши 4-5 тысяч рублей, которые вы сейчас предлагаете? Пыль. Даже если вы для недавнего случая, товарища из Куршавели, ребеночка прилетевшего, даже если 500 вы сделаете штраф. Для него это не 500 тысяч. Для него это не деньги. А что для нашего остального населения такое 4-5 тысяч рублей? Для пенсионера, для которого вы здесь, в этом зале, принимаете минимальную пенсию 12 578 рублей. Для всех остальных людей пара штрафов. Один раз пенсионер вышел до магазина, дошел, его оштрафовали. Другой момент. Вышел до банка, дошел, его оштрафовали. Как людям жить? Здесь приводили в пример Соединенные Штаты Америки. О них говорили. Почему-то забыли сказать о том, что в Соединенных Штатах Америки по 3 тысячи долларов каждому человеку выделило правительство. О том, что поддерживается бизнес, чтобы не появились безработные люди, не потеряли работу. Что делается в этом направлении у нас? Вводятся штрафы. Замечательно. Вам мало историй, когда инвалид, не выживающий на нищенское пособие, выходит продать курточку. А у него изымают эту самую курточку, и судья выписывает штраф в 5 тысяч рублей. Он потом приходит в суд и убивает эту судью. К сожалению, у нас такие случаи были. Вот что вы хотите? Партия власти, уважаемая наша, вы хотите, чтобы к вам люди на прием приходили и то же самое делали? Понимаете, это страшно для людей, у которых мы сейчас с вами получим через буквально пару недель, пару месяцев. Мы все прекрасно видим ситуацию в стране и понимаем, и осознаем. У нас будут миллионы безработных людей, потому что бизнес сейчас умирает. Вот тут что-то вот в пояснительной записке. Вы не услышите. Нужно принимать решения, уважаемые. Я же не правила. До возможности выступить. Подождите, не перебивайте, пожалуйста. Уважаемые коллеги Батышева и Шараповы, не реагируйте, я вас прошу. Нам сейчас Кирилл Щитов привел в пример, что один человек зараженный может заразить за месяц 406 человек. А вы давно были в метро? Вот просто один зараженный человек. Не перебивайте вас в регламенту или замечание сделайте. 406 человек зараженный заразит за месяц, а в метро проехавший человек заразит за один день больше. Так тогда важнее, может быть, закрыть метро? Может быть, вот вы сейчас все раздали масочки, так красиво, так здорово, антисептики. А вы не думаете, что перед каждым магазином нужно раздавать такие же маски, антисептики, чтобы люди друг друга не заражали? Нужны действия, которые действительно будут убивать распространение этого вируса. А вы что нам предлагаете? Обложить людей штрафами по 4-5 тысяч рублей для бизнеса вообще до полмиллиона. Вы о чем вообще, товарищи? Ну вы реально что вообще хотите в нашей стране добиться такими методами? Давайте лучше закончим.